Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Здравствуйте. 11.08.14. Здравствуйте. Светлана Занькова, Владимир Сметанин в студии. Мы поздравляем всех с наступившим Новым годом. Да. Впереди еще Старый Новый год. Надеюсь, что празднование этих всех праздников вас не вымотало. И вы сегодня вполне в бодром здравии начали рабочую неделю. Знаешь, интересно. У меня сегодня дочь делает в детском садике презентацию по поводу святок. И там не называется Старый Новый год. Там называется «Василий в день». «Василий в день». Я, честно говоря, не знаю, это какой праздник. То есть это религиозный или это языческий еще праздник? Возможно, в честь святого по имени Василия. Но я впервые об этом узнала. Видишь, какие открытия. То есть праздников предстоит много. Там еще крещение у нас предстоит. Татьянин день. Ну и дальше. Дальше уже весна будет. Это очень приятно. Ну, кстати, я сегодня ожидал какого-то коллапса, столпотворения после завершения этой череды праздников. Ну, по-моему, все так аккуратно, спокойно. Замечательно. Вон у нас во дворе уже эвакуируют машины по полной программе. Это тоже не может не радовать. Какие стали свободные, открытые улицы. Парковаться, правда, по-прежнему негде. Но, тем не менее. Ну, несмотря на то, что большинство из нас отдыхало в эти прошедшие праздничные дни, многие и работали. Вот и об одном из направлений, так сказать, этой работы правоохранительных органах мы сегодня будем говорить в первом части «Дневного разворота». Да, давай мы озвучим, что мы сегодня вообще взяли в тему, потому что понятно, что мы выходим после праздников. По-прежнему новостной фон не слишком активный. В первом части мы будем говорить о перспективах небольших магазинов в результате того, что вступили все законы, возможные по запрету продажи спиртного в различное время, в различных объектах. Во втором части мы будем говорить о том, что ждет автомобилистов в наступившем году. И еще поговорим немного о том, что в малых городах Кировской области будут строиться культурно-спортивные учреждения. Это уже в конце второго часа мы будем говорить с Павлом Сырцевым, главой департамента культуры Кировской области. А сейчас... Да, так что надеемся, что вам будет интересно. Давайте традиционно номера телефонов назовем наши. Номер прямого эфира, как и прежде, в ушедшем году, 708-502, 708-502. Номер для СМС 8909-720-101-0. И у нас еще есть опрос. Есть вот у нас такая традиция предлагать вам голосовать по следующим пунктам. Сегодня мы вас спрашиваем. После запрета на продажу спиртного, что произойдет с небольшими магазинами? Первый вариант. Они закроются в ближайшие полгода. Второй вариант. Они объединятся друг с другом. И третий. Перепрофилируется под торговлю другими товарами. Мне нравится второй вариант. Объединятся друг с другом. Мы еще это не обсуждали. И вот эти варианты по объединению все же укрупняются, централизуются. И тут тоже можно так сделать. Вот Валерий Николаевич Турула, который сейчас присутствует в нашей студии. Здравствуйте, Валерий Николаевич. Здравствуйте, да. Улыбается на мое дело сказать. Кстати, наступивший год у нас год предпринимателя, да, ведь еще в Кировской области. Особое поздравление. Не зря же тему взяли, конечно. Валерий Николаевич Турула. Президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса. Председатель комитета по экономическому развитию. Законодательное собрание. Глава холдинга. Это все для вас. Вот как раз, кстати, объединение друг с другом, это как раз тема холдинга. Только они не формально друг к другу объединяются, а территориально они остаются на прежних местах, а объединяются в рамках единой стратегии торговли. Ну, чтобы там не было синергии, она же часто приносит хорошие результаты. Ну, только не у нас, наверное, потому что что-то сомнения все время берут. Рациональное звено у нас где-то теряется все время на административном уровне власти. Мер все больше предлагается и выводится. Да, 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 да. А вот все рационально, оно почему-то встречает абсолютное сопротивление. Вообще о России говорить с рациональной точки зрения сложно. И, по-моему, никогда это было. А что это? От души все идет? Да, у нас все идет от души. Все законодатели от души принимают законы, особенно в конце прошлого года, на принимали законов от души. Ну, все мы, наверное, уже успели заметить, что многие ларьки позакрывались. С 1 января закрылись, потому что торговать пивом там запретили. Я живу рядом с ЦУМом, я наблюдаю, все, табличка висит, ларек закрыт. И сотрудники полиции у нас с 1 января, начиная активно, начали конфисковывать это пиво у тех предпринимателей, которые продолжили им торговать. Да, мы сегодня не начинаем разговор с того, что ай-яй-яй, там позакрывали ларьки, и как дальше пойдет борьба, я думаю, мы об этом еще скажем. Но о том, что, собственно говоря, пиво было куплено, да, и, возможно, не все продано. И куда оно делось, мы сегодня будем спрашивать также у представителей УМВД. Что вообще, как себя чувствуют предприниматели вот этих небольших объектов? Потому что давайте сейчас объявим, что с 1 января, да, в нестационарных объектах и в объектах стационарных, но которые меньше площадью, чем 50 квадратных метров, продажа алкоголя запрещена. Что? Что сейчас будет происходить? Если это вопрос ко мне, тогда я бы здесь на две части разбивку сделал в связи с притечем, который прозвучал из ваших уст. Первое заключается в том, что если было приобретено пиво и оно не продано, оно имеет полное право находиться в торговой точке, оно не имеет права находиться на прилавке. И продавать его тоже нет. Да. И в случае, если вскрывается факт незаконной продажи, составляются соответствующие протоколы и идет изъятие уже этого пива. Если оно продается. То есть проходит рейд, если нет на полках спиртного, но оно стоит там где-то в подсобных помещениях. И зимать не имеют права. И правоохранительные не могут туда заходить. То есть должен быть факт нарушения закона. Нарушение закона, кто сказал, что в подсобке не может находиться пиво. Поэтому в данном отношении это первая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, она заключается в том, что мы давно говорили нашей администрации о том, что если вы хотите, чтобы закрылись киоски, они сами закроются с 1 января и прежде всего проиницируют закрытие те предприниматели, которые не ставят перед собой задачу перепрофилироваться. И мы говорили, чего вы копья-то ломаете? Будет естественный процесс, пройдет освобождение. Другое дело, что нам необходимо подготовиться к проблеме сохранения остановок, уборки на остановках и так далее. Вот мы как ставили вопрос. А те, кто останутся и будут перепрофилироваться, мы готовы эти киоски доработать до того, чтобы они превратились в магазины шаговой доступности, где удобно людям приобретать товары первой необходимости. О чем мы уже говорили. Да, о чем мы не один раз говорили. Поэтому вот эта вторая сторона, она вытекала логически, в общем-то, не для того, чтобы мы бились, а для того, чтобы мы конструктивно сотрудничали с администрацией и решали общие социальные проблемы. Валерий Николаевич, вот сейчас возникает такой вопрос. Новогодние праздники, да, 10 дней. Как называется по Анищенко это декада? Наверное, как-то нехорошо назвал. Я ему что-то не припомню. Страшная какая-то, ужасная, еще какая-то, он говорил, что декада. Ну, нам всем известно, что Анищенко, он за то, чтобы они короче были, эти выходные. Ну, многие, многие за то, чтобы короче были. Но вот смотри, есть 10 дней, люди отмечают, что-то там вот как бы пьют. Вот тоже интересно, как отмечали вы, наши слушатели, этот Новый год и чувствовали вы жажду некую и ограничение своих прав в смысле того, чтобы потреблять спиртные напитки. Да, ну вот продается пиво, 10 дней идут рейды, да? И вот сейчас, Валерий Николаевич, скажите, смысл был в эти 10 дней рейды проводить? Я думаю, что, наверное, нет, а вот обозначить, где есть нарушения, ну, ничего бы страшного не было. То есть это должно было носить, на мой взгляд, не искусственный характер какой-то вот, ну, мы вам покажем, вы такие сволочи, эти малые предприниматели, сейчас мы вам покажем и так далее. Хотя я не исключаю такого, что люди всякие есть, и кто-то нарушал этот закон. Но я думаю, что смысла абсолютно не было в этом рейде, и вот в этой, ну, безудержной жажде, зуде, вот сейчас мы это вот всё, вот мы подтвердим, что малые предприниматели – это вот самое большое зло. Брутальные люди, которых надо немедленно уничтожать, потому что они ужасно водят на всю окружающую среду и мешают цивилизовать. Испаивают в том числе, да, людей. Давайте представим нашего ещё одного гостя. У нас в студии появился Илья Курагин, председатель Совета директоров компании «Вятич». Илья, здравствуйте. Добрый день. С каким вы настроением встречали этот Новый год? С рабочим. В связи с грядущими изменениями, как это вот уже вступили в силу? Илья Николаевич, по-моему, с первого числа уже был до работы. Да, с первого числа мы уже непосредственно находились на работе. И я, и мои коллеги, собственно, вот, занимались, так сказать, планированием и разработкой дальнейших действий в связи с тем, что вот такие вот законодательные ограничения у нас сейчас наступают. И, собственно, всем мы очень обеспокоены этой проблемой. Буквально там вчера очень многие знакомые звонили там в 6 часов вечера и спрашивали, а где можно купить пиво? У вас можно, они спрашивали, да? Можно к вам заехать? Ну, есть ряд адресов, да, легально действующих, да, мы будем сейчас уже так говорить. То есть официальные точки. Да, конечно, но это в тряде общественного питания. Это то, о чём мы сейчас вот говорили, о том, что никто до сих пор не понимает, когда и где можно ещё купить и что ещё можно, да? Да, да, да. Собственно, и сейчас вот сталкиваемся с такой проблемой, ну, вернее, уже в прошлом году столкнулись с такой проблемой, что очень многие наши партнёры, будем так их называть, мелкая розница, собственно, уже перестали с нами работать. Очень жаль, потому что, я думаю, что вот за этот месяц будет существенное снижение, там, и, собственно, ближайшее тоже. Я думаю, процентов, наверное, 20 мы всё-таки потеряем в связи с этими ограничениями. И очень жаль ещё другой аспект, что с точки зрения всё-таки гуманных ценностей, да, сейчас вот легальное и нормальное цивилизованное потребление уходит в сторону потребления суррогатов, особенно в сельской местности. Это существенная проблема, потому что вот буквально там мои родственники, там вернулись из деревень, куда ездили к родным на Рождество, и там ситуация очень-очень простая. Там люди уже давно знают, где можно там в 12 часов ночи купить водку, и не по 170 рублей, как, собственно, там сейчас говорит закон, а по 70 рублей, непонятно, какого производства. Очень многие сейчас... Да понятно, какого производства, за 70-то. Самопал, да. Очень многие сейчас, на самом деле, там, закупают какие-то самогонные аппараты, и сами их мастерят тоже существенные проблемы. Большая проблема сейчас вот так называемых перчиков. То есть сам буквально вот в эти же новогодние праздники решил поэкспериментировать и приобрёл вот эти вот лосьон с экстрактом красного перца в одном из, так сказать... Якобы для волос он? Для чего он там? Что касается районов, вот у меня есть тоже такой пример. В интернете нашла. Кафе «Мудрый слон» в Афанасьево. По становлению правительства Кировской области с 1 января из ночной торговли спиртным исключены почти все пятейные точки Афанасьевского района, сообщает планета Афанасьева. В битве за рюмку проиграл такой крупный игрок, как райпо с его закусочными. И даже солидный частный викинг, имеющий по виду и сути бар, а по названию та же закусочная. Теперь до 23 часов афанасьевцы ещё могут выпить в любой закусочной район, а после 23 могут расслабиться только в кафе «Мудрый слон». Это практически рекламная кампания кафе «Мудрый слон». Это единственное пятейное заведение, которое на весь район осталось. Это какой-то экономический обвал какой-то. Представляешь? В масштабах района. Ну, то есть понятно, что... Вот вопрос тут ещё состоит в том, что куда теперь всё это питьё переместится, понимаешь, если закусочный к тому же закрывается. То есть это что будет перемещаться? В гаражи, на кухне? Бытовое пьянство будет возникать. Ну, мне кажется, Илья уже этот разговор-то и начал. Он заключается в том, что действительно пустот не бывает, и займут различные суррогаты. И я бы сказал, что то, из-за чего мы, кстати, не один раз бились за нашего производителя пива, вятич, со всеми его недостатками, это всё же натуральный продукт, а не тот искусственный, который на сегодняшний день представляет там, ну, не будем называть марки... Производители массы, конечно. Да, производители вот этого красивого упакованного продукта, где тот же самый суррогат пива. И там пивом-то близко не пахло. Поэтому в данном отношении я просто убеждён, что пустот не бывает и не будет. Они действительно будут эти ниши заняты. Другое дело, что правильно или неправильно, что закусочные после 23 часов не будут торговать спиртным, вот меня, как гражданина, это, честно говоря, не волнует. Ну, не будет и не будет. Тот, кому надо нажраться, извините за выражение, да, он пойдёт, этого суррогата найдёт. Он найдёт. Да, он найдёт. А тот, кто нормальный человек, после 23 часов он должен, по идее, спать. Ну, тут есть очень такой тонкий нюанс. Допустим, в летний период очень многие выезжают на дачу, и время выезда, например, ну, 7-8 часов утра. Надо понимать, что в магазинах, допустим, до 10 часов существуют ограничения. То есть, опять же таки, ну, скажем так, несущественный фактор, но он будет присутствовать. И потом, всё-таки я считаю, что наше принятие законодательства, скажем так, настолько, и наши нормы и требования настолько сложные для выполнения, что если, допустим, у людей существует определённый бизнес, там, ну, статус у них закусочный, а хотя уровень, ну, в принципе, по всем современным меркам соответствует кафе, но они не могут получить этот статус. Почему бы им, так сказать, вот, ну, в каком-то, можно... Обличить процедуру получения статуса кафе. Да, совершенно правильно. Я вот за это и стоял, и мы как-то на одном из эфиров как раз об этом говорили, а почему бы не преобразоваться в кафе и дальше работать как цивилизованное, нормальное заведение, где можно... Ну, то есть тут возникает опасение, так же, как было с остановками, да, когда убрали ларьки, нестационарные объекты, а убираться на остановках стало некому. Так остановок нету, вы видите, обращения-то какие сейчас идут от администрации районов о том, что возьмите на себя создание остановки, мы назовем ее вашим именем. И вот тут хорошо бы узнать те суммы, те средства, которые вот теперь всплыли, если они всплыли, что нужно бюджету... По остановкам 39 миллионов городу. Отлично. Чтобы все это привести в порядок. Да, 39 миллионов. У нас есть телефонный звонок. Но надо еще держать штат дворников. Вот. Сейчас в нашей беседе подключится Михаил Скачилов. Это начальник отдела организации применения административного законодательства управления МВД России по Кировской области. Михаил Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Активная работа, мы знаем, проводилась сотрудниками полиции с 1 января. Проводились рейды по нестационарным торговым объектам. Пиво, которое продается уже под запретом, после вступления всего запрета, оно конфисковывается и изымается. Какая работа проводилась и о каких количественных показателях идет речь? Да, все правильно. 1 января текущего года вступили в силу отдельное положение федерального законодательства в части запрета торговли пивом в нестационарных торговых объектах. И в связи с этим, а также в связи с тем, что вступили в силу также изменения действующего законодательства Кировской области в части ограничения времени продажи алкогольной продукции вне мест общественного питания. То есть у нас в настоящее время разрешена круглосуточная работа объектов общественного питания. Это рестораны, кафе, бары и кофейни. Все остальные у нас заведения, которые оказывают население услуги по продаже алкоголя, они под запретом. Вот за эти фактически 8 дней составлено 43 административных материала сотрудниками полиции. Из оборота изъято на территорию области в целом более 1200 литров алкогольной продукции. Но, естественно, большинство, конечно, основная масса превалирует. Это пиво. Общая сумма изъятов составила более 112 тысяч рублей. Есть и факты, когда недобросовестные владельцы рюмочных, так называемых закусочных, продают алкоголь в так называемое запрещенное время. После 11. Такие факты тоже выявлялись. Такие факты имели место у нас на территории Первомайского района и на территории Октябрьского района города Кирова. А скажите, пожалуйста, тут в том числе и в интернете развернулась бурная дискуссия жителей, интересует, а куда, собственно... Утекли пивные реки, которые изъяли, да. И в чем смысл вот этих понятий конфискат, конфискация и изъятие? Сотрудники полиции, они лишь производят изъятие того продукта, который находится в незаконном обороте на территории Российской Федерации, либо ограничен к обороту на территории Российской Федерации. В дальнейшем вопрос о конфискации, он только, значит, решается только в суде. То есть если бы вот решал вопрос о конфискации той или иной алкогольной продукции, спиртосодержащей, в дальнейшем служба судебных приставов, а именно они исполняют решение суда, они уже решают вопрос о ее утилизации. То есть это происходит либо путем, значит, выливания в канализацию, как правило, либо, если это идет речь о больших партиях контрафактной продукции, то этот алкоголь возвращается собственнику той торговой марки, под которой данный товар реализовывался. Ого, и он уже самостоятельно должен утилизировать это все? Да-да-да, по решению суда суд обязывает собственника, значит, либо то лицо, которое продавало это, за его счет заставить до того лица сложный механизм, значит, правообладатель, да, и уже правообладатель, он решает опрос о его утилизации. А то есть, насколько мы понимаем, сейчас это на, ну, не знаю, на каких-то складах управления полицией, да, находится вот этот изъятый алкоголь? Большие партии у нас обычно оставляют на ответственное охранение той организации, значит, у которой были выявлены данные правонарушения. Ну да, конечно, куда складывать? А основная масса пива, что идет речь про эти именно праздники, да, она вся изъята, она находится у нас, на наших объектах до рассмотрения материала в суде. А до какой порой эта работа будет продолжаться, пока абсолютно все не будут нарушители уличены в продаже? То есть рейды будут продолжаться? Здесь нет, не идет речь о так называемых, как вы сказали, рейдах. Здесь идет речь по контролю за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и закона Кировской области, постановления правительства Кировской области. Михаил Валерьевич, то есть это были плановые рейды. Скажите, как предприниматели реагировали на них? Понимание в принципе в целом есть, но, конечно, как показывают и проверки проводимые, и беседы с людьми не все, конечно, довольны действиями полиции. Было бы удивительно видеть довольного человека. Но закон есть закон, исполнять его приходится. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Михаил Скачилов был с нами на связи, начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Кировской области. Вот это очень интересно. Сейчас вопрос к вам, Илья. Мы прозвучали интересные данные. Да, два вопроса меня интересуют. Значит, опечатывается пиво, то есть оно изымается там или остается на это вот самое хранение. А срок хранения пива вообще какой? Ну, в зависимости от производителя. У наших производителей порядка четырех месяцев, у других производителей до года. Ага, четыре месяца и до года. И второе. Вот прозвучала фраза, что возможно такой вариант, что приходится, придется предпринимателю возвращать производителю, кому принадлежит торговая марка, этот продукт. То есть вот если в Вятич, например, опечатали, да, то кого-то, посмотря какой объем, могут, значит, по закону, они должны будут вернуть его вам. И что вы с этим будете делать? Ну, согласно закону, опять же таки, действовать. Как? Утилизировать. Утилизировать. То есть вы должны будете это пиво принять и потом утилизировать. Слить. Естественно. Только лишь один путь утилизации? То есть, возможно, в другую торговую точку? А я не знаю. То есть тут нужно законодательство конкретно смотреть, оно предусматривает какой-то альтернативный вариант, так сказать. Вполне возможно, что не предусматривает. То есть вы их принимаете, и потом вы должны будете своих сотрудников, которые только что его произвели это пиво, чтобы они открывали эти бутылки и выливали в канализацию. Ну, бутылки-то хотя бы можно оставить, использовать или в дальнейшем качестве. Ну, естественно, если там бутылка оборотная, пригодная, конечно, можно использовать. Вы к такому обороту событий вообще готовы? Ну, что делать? Мы к многому уже готовы. То есть мы еще... Мы еще сами, говорят, не знаем, к чему готовы. Но готовы. Тут, понимаете, как бы вот очень много там законодательных ограничений вступает. Да, вот мы, допустим, счетчики установили уже, да, то есть которые были необходимы поставить. То есть точно такие же счетчики, как стоят на спиртоводочных заводах, мы уже установили их и печатали. И, собственно, у нас приезжали специалисты РАР. То есть мы, в принципе, готовы к различного рода изменениям. Другой вопрос, что готов ли наш потребитель, наш покупатель к этому. Понимаете, вот очень много говорится там об изъятии, там, о рейдах, а вот все-таки о людях мы почему-то думаем в последнюю очередь. Надо понимать, что засилие этих суррогатов, это неважно там, какие там социальные слои затрагивают, но это тоже наши люди. То есть мы, как прежде, не просчитываем на несколько шагов вперед. Мы решаем какую-то сиюминутную задачу, которая была поставлена. Безусловно, говоря о том, что наши, грубо говоря, там, ну, люди, страдающие алкогольной зависимостью, будут потреблять суррогаты, и это только их проблема, это неправильно. Этих людей нужно лечить, этих людей нужно спасать, потому что это наши люди. Из этих людей могут получиться прекрасные специалисты и рабочие кадры. Просто эти люди в какой-то момент где-то оступились. И нужно им просто помочь. Мы сейчас должны будем вынуждены пойти на короткий перерыв, но перед этим, да. Давайте, да, слушайте нас на линии. Алло, добрый день. Алло, алло. Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Олег. Мы слушаем вас. Вы знаете, я сейчас слушал Илью, я плакал. Что вас, что вас возмутило или что порадовало? Так нет. Вот. Алло. Вы свежие, здоровые сегодня люди. Так, к чему вы клоните? Говорите, пожалуйста. И понимаете, и вам чисто субъективно не понять. Человеку, у которого трубы горят, которому надо похмелиться. Да отчего же мы понимаем. И что? И что? В это время в половину двенадцатого сейчас не проблема как раз. Он и прав в этом своем подходе, что Владивосток-то город далеко, но он нашимский, что называется. Ну, это что-то из Ленина. Олег, вы за что в таком случае? Я за то, чтобы, ну вот, если раздекали меры, значит, коммунистам зарегистрироваться в законодатуре, как фашисты писали в советских фильмах. Вот. Регистрируешься, получаешь. Так, понятно. Олег, спасибо. Олег, спасибо. Спасибо большое. Вот такое эмоциональное высказывание. Сейчас мы уходим на коробки. Трубы горят у нас. Уходим на перерыв. Да, ну вот прозвучало рациональное предложение от нашего слушателя Олега. Мы его обсуждали в перерыве, потому что я вот не поняла, а Валерий Николаевич Туроло пояснил, что если ты алкоголик и у тебя трубы горят, то, поскольку человек практически болен, они могут где-то регистрироваться, почему-то он сравнил с коммунистами, я тоже понять не могу, почему-то, ты регистрируешься, и тебе по этому билету в любое время должны продать определенную порцию спиртного. Не больше 150, например. Да. Слушайте. 708-502, телефон прямого эфира и телефон для СМС 8909-720-101.0. Мы обсуждаем следующую тему. После запрета на продажу спиртного, что будет с небольшими магазинами, и также предлагаем на нашем сайте e-hackero.ru для вас опрос. Закроются в ближайшие полгода небольшие магазины, объединятся друг с другом или перепрофилируются под торговлю другими товарами. И вот к этой теме хотелось бы вернуться, потому что на самом деле обсуждается, безусловно, это давно. Меры были приняты в прошлом году, и еще они будут приняты. И вот такое мнение существует, что в период любых изменений нужно как можно быстрее адаптироваться к новым условиям игры, это я цитирую из интернета, и найти новые перспективы для развития своего бизнеса. Если пиво запретят продавать везде, кроме стационарных торговых объектов, продуктовых магазинов, общественных местах питания, то развивать свой бизнес именно в этом направлении, укреплять свои позиции, время есть. Вот, Илья, к вам на самом деле этот вопрос, потому что 20% сокращение производства, а я где-то читала... И сокращение реализации все-таки. Реализации, но если реализация, то, соответственно, что-то нужно делать с производством. То есть вот я где-то читала, что до четверти как раз реализации пива, это были малые объекты торговые, от 20 до четверти процентов, и вот вам предлагается, значит, раз такое дело, то не надо паниковать, а нужно идти в стационарные магазины, продуктовые магазины. А предприниматели, кстати говоря, Валерий Николаевич, вот им предлагается, что, собственно, не можете свой стационарный объект открыть больше 50 метров, арендуйте места вот в магазинах, ставьте ларьки, там, палатки, я не знаю, но уже внутри самого магазина, развивайте там. Это тоже нестационарная будет торговля. А арендовать место? А арендовать, пожалуйста, арендуйте, но не менее 50 квадратных метров. Тоже? Конечно. То есть ты не можешь там себе 10 квадратных метров поставить? Конечно, конечно. Вот такой закон. И в данном отношении я вам скажу, что мы-то думали, ведь не случайно, мы где-то больше года назад, да, Илья, всю эту проблематику поднимали и понимали, к чему она может прийти. И не случайно скажем, что Вятич свои киоски, они позакрывали в одночасье 1 января. Они к этому были готовы. Но некий шок для людей это был, потому что люди не готовы, о чём тоже сегодня звучало не один раз. Ведь когда предприниматели готовились, они чётко понимали и проинформированы были о том, что их будут ликвидировать. Но мы не были готовы к другому, что на основании того, что ты торгуешь пивом ещё в 2012 году, а тебя уже на этом основании ликвидируют. Вот к этому мы были не готовы. Или на основании того, что ты торгуешь сигаретами, а тебя на этом основании ликвидируют. То есть нарушается законодательство, которое не разрешает и не допускает ограничений в торговле, кроме федерального законодательства. Вот с 1 января, да, вступило в действие и всё. Но ведь дальше продолжается гнобить, начинает малый бизнес. Ты торгуешь сигаретами, поэтому мы тебя запрещаем. Но это вообще нонсенс. И, к сожалению, вот складывается такое впечатление, что остров у нас какой-то в Кирове, где вот федеральное законодательство, оно просто не действует. Есть несколько человек, которые сами сочиняют свои какие-то законы, они их называют цивилизованными законами. Но не зря же нас называют... И в данном отношении строят для себя какую-то территорию. Не зря же Кировская область называют экспериментальной площадкой. Может быть, и здесь тоже. У нас есть телефонный звонок. Да, абсолютно верно, есть слушательница у нас. Алло, добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Вот я хотела вопрос задать. Вот вы задели немножечко вот про эти пузырьки-то, вот эти перчики. Да-да. Они же спиртосодержащие. Какое отношение к ночным торговлям-то? Вот химия-то для чего ночью продаются? Какая необходимость протирать лицо, вот, например, от угрей ночью? Я в милицию позвонила, они мне сказали, а бензин начнут пить, так мы что будем, бензин запрещать пить? Вот и весь ответ. У меня муж вот запивался все эти праздники вот этими пузырьками. Он дорогу уже протоптал туда. Ну, собственно, о чем я и говорю. А куда протоптал? Где он покупал? У рынка центрального, этот, продают химии всю ночь. Всю ночь? Всю ночь. Он у меня проснулся, пошел, проснулся, пошел, день и ночь. Ходил, ходил, по 15 рублей, что мне пить? А я говорю, ты запьешься. А до этого он что пил? Ну, до этого-то раньше-то бывало у него запой, конечно, но тут вообще уже дорого водка, и вот он 15 рублей, он найдет хоть где? Ему и так дадут по дороге и угостят этой пузырьками. Что и требовалось доказать? Вот, и милиция-то, главное, мне ответили, что теперь бензин будут пить, до ночи бензин не будем продавать. Понятно. А это спиртосодержащие, и рядом, вот тут ведь тоже дома, и все, и шаговая доступность, ларек ночной, химия, ночью, какая необходимость ночью химии? Ясно. Вот видите, все, в какие трагедии выливаются. Очень трагедия большая. Спасибо, спасибо за комментарий. Спасибо. Ну, пожалуйста. Ну, тут хотелось бы, на самом деле, вообще вот этот весь вопрос разложить на несколько. Первый, главный вопрос, это все-таки люди, которые работали в этих ларьках и маленьких магазинах. Сейчас они просто остались без работы. Эту проблему никто и сейчас не сможет решить никак. Это первый вопрос. Второй вопрос, это покупатель-потребитель. Ну, как, собственно, телефонный звонок показал, мы увидим с вами дальнейшую проблему. Очень просто, что будет увеличение потребления суррогатов, мы будем терять людей. И третий вопрос, самый главный, да, все-таки, ну, понятие частной собственности, да, у нас. Когда люди вкладывали свои деньги в ларьки, когда они заключали договора о аренде, когда они делали эти остановочные павильоны, они делали эти мини-магазины, они делали, вкладывали эти деньги, платили аренду. Сейчас, получается, в одночасье людей взяли и выкинули. А кто вернет эти деньги? А почему нам не привлечь администрацию города или еще кого-то, да, какой-то ответственность и возвратить те инвестиции, те деньги, которые они воплотили? Потому что, если смотреть юридически, договор они свой выполняли. Они платили вовремя аренду, они содержали эти места торговли. Но выходит закон и... То есть где встречные предложения, которые были бы сопоставимы с тем... Я думаю, в Америке давно бы предприниматели объединились и уже отсудили бы у государства какую-то энную сумму, да? А может быть, это не только деньги могут быть? Ну, это может быть какие-то альтернативные... А что, им предложили что? Им предложили выкупать, пожалуйста, площади в городе? Предоставьте, на льготных условиях. Нет, неправильно. Нет? А что, Валерий Николаевич? Альтернативы практически никакой не было. Предложены были те места, которые вывешивались уже не один год и пять лет уже висят, которые никому не нужны. В том числе мне как для общественной работы предлагали как общественную приемную депутата. Мы сфотографировали там... А в чем непригодность-то заключается? Непригодность, они просто негодны, никому не нужны. Это сарайи какие-то или что ли? Подвалы. Хибара, подвалы. Подвалы, комаров куча и так далее. Там надо не один миллион вкладываться для того, чтобы привести в нормальное состояние подвал. Ну и само название подвал. И ведь в конечном счете, если он торговал пивом, и это находилось на некой тропе дорожной, народной тропе, где шаговая доступность была... Неудовство есть покупатели. Да, а предлагают такие места где-то там на отшибе, ну типа как в свое время Быков Владимир Васильевич говорил, а мы вам подаем место, вот размещайтесь на берегу Вятки, хорошее же место между Чижами и Нововятском. Нормальное предложение. Ну там в перспективе, говорит, будет дачный поселок или как там, коттеджный поселок. Мы вам даем место. Ну что это? Ну издевательство. Мы-то ведем речь не о ликвидации нестационарных объектов, а мы говорим о ликвидации бизнесов, где нестационарный объект является средством ведения бизнеса, осуществления. По сути дела, перечеркиваются все основы государственности с точки зрения экономики. Потому что я противник, скажем, рыночной экономики, но мы живем в этой рыночной экономике, да, и в этом отношении основой является свободное рыночное отношение, но вы их тогда создайте, а не так, что в одночасье бабах, и все, и будь здорово. И когда мы ставили вопрос о возврате денег, и в суд-то подавали, а ведь тоже манипуляции идут со стороны городской администрации, мы строили всю систему защиты бизнеса на основе схемы существования нестационарных объектов, они взяли эту схему, отменили. И в результате у нас все судебные процессы зашли в тупик. Нет, но самое-то главное, что мы об этом дискутируем, мы это обсуждаем уже весь прошлый год, и нет никаких вот в тех пунктах, которые я обозначила, нет движений никаких абсолютно. Абсолютно, вот мы говорим, как будто в пустое место какое-то, мы судимся в пустое место, и никому, да, дела нету для людей, в конечном счете. Мы же тоже граждане своего города, и мы не для себя во многом решаем-то вопросы, тот же самый малый бизнес. Мы сейчас даже придумали для этих людей другое название, мы их считаем, это самозанятое население. То есть оно снимает проблему создания рабочих мест, самоорганизуется в организации своих рабочих мест, а их еще за это и казнят. У нас есть телефонный звонок. Да, у нас сейчас еще одно мнение произвучит в нашем эфире, это мнение Николая Гуликова, главного редактора «Вятской особой газеты». Николай, добрый день. Добрый день. Ну что вы думаете, как вот эти новые правила с 1 января, это удар по алкоголизации, удар по предпринимательству, почему? Да бросьте про алкоголизацию, это всего лишь повод, не было бы алкоголизации, придумали бы что-нибудь еще. У нас ведь в стране как? У нас ради борьбы с терроризмом могут отменить губернаторские выборы. Поэтому это все ерунда. На самом деле идет обыкновенное наступление на малый бизнес, он просто вытесняется крупными корпорациями из оборота. Вот я тут слышал, краем уха, вот Валерий Николаевич, в общем-то, справедливо говорил, да, что как бы, вот даже не предлагают каких-либо нормальных условий для тех же киосков, которые были выселены, да, еще до всякой борьбы с алкоголизацией. Но я бы хотел сказать, Валерий Николаевич, даже если бы вам дали прекрасный магазин, в котором вы бы торговали там мясом, молоком, чем угодно, через год закрыли бы и вас, нашли бы повод, закрыли бы этот магазин, и он бы тоже отошел, либо к каким-то совершенно другим, под какие-то другие дела, либо к тем-то с вашим конкурентом корпорацией, потому что так все устроено. Так были закрыты рынки, так были закрыты киоски, сейчас также закрываются маленькие магазины. Хочу вам только сказать, что Валерий Николаевич, к сожалению, уже покинул нашу студию, но думаю, что в этом аспекте он бы с вами, наверное, согласился. Да, потому что как бы, дело не в том, как портят киоски, вид города, или там нельзя в маленьких магазинах торговать алкоголем. Да, ради бога, магазин маленький может выжить на торговле продуктами питания, если он нормально наладит снабжение дешевыми продуктами, но все равно найдут повод и его закроют. Либо он будет портить внешний вид, либо будут раздражать соседей, либо его завалят проверками каких-либо там надзорных органов. Потому что идет наступление, просто идет монополий на малый бизнес. Жизнь предпринимателя, это как жизнь на пороховой бочке постоянно? Да, просто уже должно быть понятно, что в существующей системе для малого бизнеса на выгодных точках места уже нет. Его вытеснят со всех выгодных точек. Я бы здесь хотел еще добавить одно. Смотрите, как бы получается, ларьки и местные, собственно, предприниматели малые, это наша, собственно, основа экономики Кировской области. Если эти люди занимались, собственно, предпринимательской деятельностью, собирая определенную какую-то прибыль, они вкладывали, реинвестировали ее непосредственно здесь, в Кировскую область. Сейчас говорится о том, что давайте идите в магазины еще. Если посмотреть, да, у нас там из местных, собственно, сетей остались, может быть, одна, две, три. Основное это федеральные сети, которые, собственно, непосредственно эти деньги собирают, приводят сюда другого товаропроизводителя, выкачивают деньги из региона. И получается, это еще и, скажем так, проблема стратегического развития области назревает. Как вы считаете, Илья, это будет тема нынешнего года, 13-го года, активно обсуждаемая и решаемая? Вы понимаете, она обсуждаема уже в народе, да, как мы увидели по звонку, собственно, простых людей, которые беспокоятся тем, что продают химию, да, ночью. Она обсуждаема среди простых людей. Но насколько она будет обсуждаема среди нашего, так сказать, руководства, я это не могу сказать и не берусь это делать. Николай Владимирович, вы еще на связи? Да, пока еще. Да, мы сейчас уже заканчиваем, скажите, пожалуйста, как считаете, вообще проблема будет решена или будет ли она разгораться, эта проблема удушения малого бизнеса? Проблема будет разгораться, потому что вектор Ясин будет... Спасибо. Наверняка что-то важное прозвучало, но связь подвела. Спасибо большое. Подходит к завершению первой части дневного разворота. Спасибо Илье Курогену, нашему гостю, генеральному директору, генеральному председателю Совета директоров, простите, компании Ветич. Уходим на новости, на большой перерыв. Вернемся в начале следующего часа. Редактор субтитров А.Семкин